Привет, друзья! С вами Владимир Шемет и в этом видео мы снова будем разбираться с сертификатами, которые нужны туристам для того, чтобы их пустили в Египет без ПЦР-тестов. Поэтому подписывайтесь на канал и погнали! В общем, друзья, смотрите, недавно вышло у приложения Дия на телефоне обновление и теперь эти сертификаты можно сделать прямо из телефона буквально за несколько секунд, не то чтобы минуту. То есть это действие вообще легкое и никаких сложностей у вас не будет. Но главное, чтобы у вас был смартфон на андроиде, либо айфон, и чтобы у вас было установлено это приложение Дия. Итак, погнали, в телефон будем разбираться. Итак, вы заходите в телефоне в приложение и, конечно, нужно авторизироваться. После того, как вы ввели пароль, тут вам предлагают получить 1000, значит, вы видите внутренний сертификат. Пролистываете на сертификат у вакцинации международный, нажимаете на кружочек с тремя точками и тут второй пункт – завантажить и сертификат. Нажали, и вы выбираете, что с ним сделать – сохранить, пустить на печать, либо еще что-то угодно, но, как правило, большинство у вас принтера нету, то вы можете отправить этот сертификат своему знакомому, у кого есть принтер, для того, чтобы вам его распечатали. Например, я выберу свою супругу и отправляю ей этот сертификат. Все, сертификат отправлен. Если вы нажмете на этот сертификат, на этот файл, то вы сможете увидеть, какой он имеет вид. Вот он на ваших экранах, он тут, конечно, цветной, но вам его не обязательно печатать с помощью цветной печати. Друзья, главное просто его распечатать на принтере. Я думаю, именно вопрос самой печати вас как бы не затруднит, то есть, если у вас принтера нету, вы кого-то попросите. Если у вас есть принтер, печатайте его просто в черном-белом виде. Главное, чтобы тут был QR-код, ну и вы его себе не подделывали, потому что такой сертификат подделать может кто угодно. В общем, тут на сертификате должна быть указана фамилия и имя, а также дата последней вакцинации. Потому что после второй вакцины должно пройти не менее 14 дней до даты въезда в Египет. Поэтому, ребят, обращайте это внимание на то, чтобы у вас вторая вакцина была вовремя сделана. Имеется в виду, прошло 14 дней после второй дозы. Потому что многие туристы спрашивают, пропустят, не пропустят. Может быть и пропустят, может там не сильно рассматриваются. Но обращайте внимание, чтобы после второй вакцины прошло 14 дней. Вопрос, который касается сертификатов от семейного врача. С мокрыми печатями, с подписью, еще одна печать мокрая. Ребята, вы можете ехать, но официально этот сертификат от семейного врача не проходит. Поэтому обращаю ваше внимание на то, чтобы вы делали именно вот такой вот сертификат. Хотя и он официально как бы не проходит. Но все туристы, которые ехали вот с таким вот международным сертификатом из приложения, из портала, где я всех пропускали. И тут вы тоже обращайте внимание, что, конечно же, могут придраться к чему угодно. Но по факту все, кто ехали, все прошли без проблем. По крайней мере, у моих туристов и у меня лично. Я сам ездил по такому сертификату. И еще один вопрос. Вы очень часто задаете по вакцине коронавак. Ребята, коронавак можно использовать. Имеется в виду, что туристы, вакцинированные коронаваком, могут сертификатом из ГИИ ехать в Египет и не проходить ПЦР-тест. То есть, коронавак это Синовак. Оставлю ссылочку на государственный украинский сайт, где это все указано. Поэтому не переживайте, то есть, коронаваком тоже вас впустят. Ну, если у вас есть, конечно, вот такой вот сертификат. В общем, на этом все, ребят. Желаю вам самых лучших впечатлений. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.